Запах краски и эхо шагов. В школе летние каникулы, идет ремонт. Ровно месяц остался для того, чтобы все заблестело и было готово к учебному году. Окна и двери, стены и полы, все обновляется полностью или частично. Директор 14-й школы Елена Владимировна с удовольствием демонстрирует все, что уже сделано, и делится планами. Благодаря тому, что у нас есть шефы, спасибо огромное Сользаводу, благодаря их спонсорской помощи мы на 40 миллионов купили только мебели. И каждый год покупаем обязательно в какой-то кабинет мебель. Мы в этом году должны сказать огромное спасибо, конечно, и нашим родителям, потому что это благодаря их помощи, как и материальной, так и просто вот они нам помогают очень сильно. Ну и, конечно, особые слова благодарности я бы очень хотела, пользуясь этим случаем, сказать нашему техперсоналу. Они работают просто профессионально. Непрофессионалы делают все профессионально. Только в школе директор может быть и прорабом, и мастером, а уборщица – и маляром, и штукатуром. Все зависит от ситуации, ведь ремонт в школе – это целая школа ремонта. Несколько лет руководства, и Елена Владимировна, как и любой директор школы, может консультировать по всем вопросам ремонта. Сегодня мы, если делаем ремонт кабинета, ремонт коридора, мы делаем так. Мы смываем старые стены, мы грунтуем, шпатлюем, наждачкой потом, и только потом красим. То есть у нас везде стеночки ровненькие. Мы делаем ремонт в школе так, как человек делает у себя дома. То есть по-хозяйски. Спортивные школы тоже готовятся заработать в полную силу. Здесь нет родительской помощи, зато полно энтузиазма и выдумки. Как сделать тренажерный зал и сход с помещения, или превратить старое здание в новенький спортзал, Сергей Ковалевич знает не понаслышке. Вам скажу, что за последние 4 года много работы здесь проведено. Поменяли все окна, практически двери. Сделали тренажерный зал отдельный. Очень хорошие раздевалки сделали, и туалеты, и душевые. Все новое. У детских садов специфика своя. Детей летом здесь хотя и меньше, но есть. Слово «каникулы» незнакомо. Ремонт идет, что называется, без отрыва от производства. И рассчитывают здесь во многом на родителей. Ремонт прошел у нас с 7 июля по 17 июля. Мы уже практически все ремонтные работы закончили, благодаря нашим родителям, потому что помощь оказана, конечно, своевременная. И видно помощь родителей, каждого родителя вклад в дошкольное учреждение. На сегодняшний день все ремонтные работы закончены, но что-то эстетический вид, конечно, нужно придать. Один покрасил пол, другой полностью закупил и установил мебель в группу. От каждого по возможности и сад готов применять детей. В целом по городу на ремонт школ и детских садов в этом году выделено 2 миллиарда рублей. И основная задача – целевое использование каждой копейки. За счет этих срез по капитальному ремонту мы сегодня отремонтировали кровлю УПК, здание которой сегодня становится филиалом 7 школы при объединении двух учреждений. Мы отремонтировали, завершили ремонт в 7 школе, которую проводили в течение нескольких лет. Сегодня завершены работы и скоро мы открываем нашу детскую и юношескую спортивную школу номер один. Зал по боксу, раздевалки и так далее уже в таком культурном виде. Сегодня поставлена автоматическая пожарная сигнализация в 31 садике. То есть вы видите, что по перечню работы закрываются серьезные важные места. Родители, спонсоры, исполнительная власть. В образовании помощь лишней не бывает. В этом году деньги выделяли совхоз Комбинат Заря, Сульзавод, Лесхоз и много других организаций. Причем помощь была существенной. Мы сегодня ощущаем помощь нашего исполкома. Выделено несколькими решениями уже около 500 миллионов на проведение текущих ремонтов в наших учреждениях. Это и ремонт кровли в 28 садика, и первые школы 33 садика. Это замена окон в тех помещениях и спальнях, где не соблюдался тепловой режим в прошлом году. Это и в 11 школе, и в 33 садике. Это в ряде наших учреждений, где действительно были предписания. Вскоре все эти строительные площадки вновь превратятся в альма-матер. К 1 сентября школы будут выглядеть, как начищенный пятак. Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь.